Она меркантильная и приспособляетеськая. Ты хочешь эту Библию приспособить под свои нужды? Что меркантильного я нахожу в этой Библии? Меркантильное это что-то только для всех. Ну да, попроси его, все что ты попросишь. Ты попросишь, все что ты попросишь. Так ты читал эту книгу и там написано. Если ты читал, то тут написано. Придите ко мне, это Бог говорит, придите ко мне все нуждающиеся и обремененные. И возложите все свои заботы на меня. Вот если ты читал. Этого я сделать никогда не стану и не смогу. Ты знаешь, даже священники, которые служат, служащие в церкви, в церкви в этой области, они тоже признаются в том, что они не всегда могут найти какой-то выход из положения. Но когда они обращаются к Богу, все разрешается само собой. Конечно, он не будет за тебя там умываться или одеваться. Если у меня мозгов не хватит, я никогда не стану олигаршем. Депутатом Верховного Совета. А зачем тебе депутатом быть? А тут не говорят про депутат. А вот я нуждаюсь в этом. А тут не говорят про депутат. А вот меня душа просит, я нуждаюсь в этом. В чем, депутат ты? Большой властью большим депутатом. Ну так иди во властью. А не дано мне мозгов. И никакой Бог мне в этом не поможет. Дело не в этом. Человек на своем месте хорош. Ты умеешь что-то делать, значит ты делай там, где ты умеешь. Где ты с пользой будешь. С большей пользой будет от тебя. Вот туда иди. А если, допустим, вот Жойс Майер, она проповедница очень большая, ее все знают. Вот. Но она говорит, я хотела быть как все. Начала там это готовить, она не умеет, допустим, там, или закатывать эти вот. Она не любит этим заниматься. Но она великолепная проповедница. Ее слушает. В 26 странах мира ее слушают. И она ездит. Она вот в Симферополе была года 4 назад у нас. Вот. Это она умеет. Она говорит, это я умеет. Я могу говорить сутками. Потому что она знает эту всю книгу, она ее изучила. Она на себе все это прочувствовала. Ну, ты давай управляйся, может, у тебя такие же дары пропадают. Да вот, наверное, не очень они пропадают, раз я не могу ни тебя, ни Натю, убедить в чем-то. Да не убедить даже. Даже обратиться к этой книге, к Библию. Понимаешь, легче... Ты все ее открываешь, но Натю ее вообще не открывает. Легче всего убеждать людей, которые тебя не знают. Ну, да. А мы, родные, настолько хорошо тебя знаем. В своем Отечестве пророков нет. Ну, пусть будет так. Так. Так же Иисус, Бог... Мы настолько хорошо знаем, что не сильно верим твоим словам. Хорошо. Значит, Бог, Иисус, это Бог был, сын Бога, значит, он тоже Бог, да? Ну, в своем Отечестве, где он жил, где жил его отец, где он вырос, его знали только как он сын Иосифа. А, это сын Плотника. Он был сын Плотника. Он был сын Плотника, который был сын Иисус. Он был сын Иисус. И он, он, нет. Он не мог там ни одного... Я тебе говорю про что? Что он ни одного человека там не исцелил. Потому что его не воспринимали как Бога. А люди, которые его не знали, они сотнями исцеляли. Сотнями. Понимаешь? Ну, ладно. Может быть. Вот и поэтому... Калина мне дискуссия поднадоела, я пошла заниматься делами. Ну, давай, давай. Расчешись только. Космы в разные стороны. Ты, глянь, на кого-то похож. Да, так вот это самое. Готовить ночной, причешусь и лакну косичку. Не, ну, посмотри за на себя. Да, я мне сейчас... Ну, расчешись. Ну, расчешись.